Друзья, всем привет! Мы снова на строящемся на нашем объекте. Это Сынково, Подольский район. И это проект Сумарокова, дом 9 на 9,5 метров. Видео о том, как мы делали фундамент для этого дома, уже было осенью. Мы в зиму строили, через зиму приложу это видео, ссылку для тех, кому интересно. Сейчас же, как видно, мы уже заканчиваем первый этап, подошли к перекрытию. За последние несколько дней бригада возвела несущие стены, залила скрытые монолитные перемычки в больших проемах, а также скрытые монолитные балки внутри несущих стен. Вот здесь вот и сзади еще, к которым в дальнейшем будет примыкать стропила двух крылец. Также залили мы ступени на парадном крыльце. Вот они. На самом деле, этот дом во многом нам, друзья, интересен. Во-первых, тем, что, наверное, это в первый раз на домах Сумарока у нас появились несимметричные в отношении окон фасады. Например, левый фасад. Вот этот левый фасад. Пока мы этого, конечно, не видим, но уже можно сказать, что вот, например, на первом этаже, на левом фасаде, у нас будет одно окно, вот оно ближе к центру, и на втором этаже два классических окна уже разносятся по двум сторонам, по углам. Пока вы этого еще не видите, пока, так сказать, я больше это как затравку говорю на будущее, но уже в конце ролика вы сможете увидеть 3D-визуализацию, где поймете, о чем речь. Впервые в домах Сумарокова вот такая у нас история. Не сразу она нам понравилась, честно скажу, но иногда жильцы, заказчики смотрят максимально, так сказать, внутрь дома, не сильно заморачиваясь, что будет снаружи. То есть максимально для себя обустраивают внутреннее пространство, а снаружи получается то, что получается. Но в то же время эту несимметрию фасадов можно обыграть фасадной отделкой. И вот как раз один из таких вариантов фасадной отделки вы увидите в визуализации в конце этого видео. Что еще интересно? Интересно то, что потихоньку мы начали комбинировать премиальный сегмент цен домов с сегментом Optima. И это неизбежный процесс. Но пока на всех наших сайтах эти две категории разнесены по отдельности. Есть категория Premium со своими ценами и категория Optima со своей ценой. Но на практике заказчики часто хотят на чем-то сэкономить, применяя решения из категории Optima. Но все-таки хотят оставаться в категории Premium. Вот и здесь, на этом объекте, мы видим теплый кладочный раствор. Вот первый ряд, растворный шов. И мы видим белый клей для тонкошованной кладки марки Хольцем. Везде по этим стенам. Это все категория Premium. А вот блок наружной стены, это уже категория Optima. То есть толщина блока наружной стены, вот видно, это 375. А не 400, как вы, может быть, привыкли видеть на наших домах. Как 375-й блок, как оказалось, более редкий для наших поставщиков. Пришлось немножко понервничать на этапе завоза материалов на объект. Также, друзья, было большое желание у заказчика сделать перекрытие в категории Optima. Межэтажное перекрытие. На сегодняшний день перекрытие в Optima это заводские плиты ПК. Но в последний момент судьба повернулась нам другой стороной. И мы переиграли плиты ПК на привычное нам сборно-монолитное перекрытие. Почему это произошло, скажу честно. Мы ответственно подошли к вопросу применения плит ПК на этом доме Сумарокова. Долго делали проект. Обходили вент-каналы, различные шахты, в том числе под альтернативные планировки. И получилось так, что у нас была раскладка плит ПК, но появилось и много монолитных участков. Не столько потому, что размеры плит не позволяли все четко разложить. А именно потому, что этот дом проектировался по стандартам ЛАИФ. Дом с живой планировкой. И чтобы грамотно обойти каналы и не закрыть технологические отверстия, плиты просто откровенно мешались. Их приходилось смещать. В итоге у нас получилась большая площадь монолитных участков. И когда мы собрались заказывать плиты уже на этот объект, который нам нужно, их нужно было пилить в размер. За один пил производитель берет неприличные деньги. И в итоге мы встали перед выбором, либо ждать дефицитных плит с дорогим пилом, либо в ту же цену сделать нам привычное сборно-монолитное перекрытие. Наверное, все-таки решение с плитами ПК, друзья, это решение не для домов с живой планировкой. Плиты ПК для тех домов, где одна планировка на всю жизнь. Где во всем доме всего пару винтканалов. И все. Как я называю, как у всех. Ну и где, в принципе, дом изначально проектируется под плиты ПК, а не под сменяемость планировок. Вообще, тема проектирования домов под строительные материалы, она достаточно, я бы сказал, забавная. Раньше, в постсоветское время, при дефиците материалов, люди действительно смотрели какие-то плиты, какие-то блоки можно использовать, исходя из того, что есть. Чтобы у них получился плюс-минус понятный дом. Ну и сейчас некоторые представители рынка продолжают проектировать дома под размеры каких-то материалов, блоков и так далее. Невольно проектируя перекрытие из заводских плит ПК, мы тоже включились в этот процесс и поняли одно. Когда вы думаете о материалах, о ширине плит, о длине блоков, в хвостах арматуры, у вас не получаются современные дома. Просто потому, что вы думаете не о том, как бы это жестко не звучало. Вот и мы для себя решили, что, наверное, если будем когда-нибудь делать перекрытие из плит ПК, нам просто придется отказываться от концепции сменяемости планировок. Ну и не предназначены эти плиты, чтобы их резать, дырявить, приспосабливать под современное решение. Получится дом, конечно. Да, дом. Помните, как в фильме. Ну это же пельмени, ну это же равиоли, ну это же пельмени. Каждый понимает под названием дома свое понятие. И мы свое понятие современного дома уже сформировали. Поэтому просто отказываемся строить несовременные дома. Ну а если у кого-то есть забава проектировать дом под длину арматуры, ширину плит, ну это его желание, правильно? Мечта, может быть, голубая фантазия. Позволим, как говорится, им заниматься своим делом. Друзья, ну еще одно маленькое дело, которое сегодня я хотел успеть, это еще раз померить заземление, которое получается у нас. В котельной мы забили больше 9 метров. Еще осенью, опять же, прикреплю это видео, где мы забивали. И тогда было не очень много, вернее, ну прилично. То есть тогда было 15-ем. Мы подождали, вот по сути, полгода до весны. Сейчас замерили 9,7, максимум 9,8. То есть грунт обжал стержень, и сопротивление стало еще меньше. То есть сейчас уже проходит по всем нормативам, добивать, в принципе, не нужно. Хотя, если бы нужно было добить, с учетом того, что у нас здесь раструк стоит, то, в принципе, даже если бы здесь вообще стержня не было, а мы бы предусмотрели изначально в плите фундамента вот такой вот раструк, наверное, можно было бы просто даже с нуля забить полностью уже в готовый фундамент. Это уже в зоне котельной у нас установлен такой стержень под заземление. И вот такие хорошие новости пришли через полгода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошло пару дней, мы полностью подготовили перекрытие под укладку бетона. Бетон заказали Б-25-й. После заливки обязательно сделаем кубики, отдадим в лабораторию. На разложенные балки уложили газобетон толщиной 150 мм, но сверху будет еще слой бетона 50 мм, поэтому перекрытие у нас будет общей толщиной 200 мм. Выставили, как вы видите, опалубку в горизонт, стойки, ригеля. Да, конечно, будет какой-то прогиб после того, как перекрытие уже встанет, и уберем опалубку, но расстояние у нас здесь небольшое, поэтому это будет некритично. Самое главное, что вместо наборного, скажем так, морально устаревшего перекрытия из заводских плит, мы делаем полностью монолитное и, к тому же, облегченное перекрытие в стандартах домов ЛАИФ. Сверху, друзья, мы видим арматурную сетку, разложенную по всей площади перекрытия. То есть, по всей площади сейчас будет залит бетон. И уже сегодня мы увидим на всей этой площади порядка 85 квадратных метров ровный и бетонный пол. Максимально пожаростойкое перекрытие, максимально шумопоглощающее перекрытие из-за присутствия в составе разноплотных материалов газобетона и бетона, и максимально технологичное. Для нас, для строителей, это максимально важно, иметь в арсенале те инструменты и те технологии, которые являются технологичными, и, так сказать, системными решениями. Хорошо и удобно иметь в руках систему, которую можно развивать, улучшать и масштабировать, что мы и делаем. Посмотрите, как у нас много технологических отверстий в перекрытии. Вот видите, раз, два, три, четыре, пять. Здесь половина, на самом деле, под альтернативные будущие планировки. Но они уже внесены в проект, и они уже здесь в перекрытии. То есть те отверстия, которые только могут появиться здесь через 5, 10, 15 лет. Если они появятся, они не разрушат арматуру, каркасы и несущую способность. Ну что же, начинаем укладку бетона в наше любимое сборно-монолитное перекрытие. Потихоньку начинаем. Поехали! Мечта летает, думая прекрасно. Во сне касайся звезд и облаков. Ты поверь, что это не напрасно. Что в жизни нашей будет все легко. Сделай уверенный шаг, не стой на месте, будь ближе к мечте. Эта жизнь не знал, под звук тебе не шагай к цели. Позволь себе, друг мой, идти вперед со своей мечтой. Ты в двери в новый мир открой. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Исмайла, жена в стиле лайфстайл. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Исмайла, жена в стиле лайфстайл. Пусть у вас будет добрая привычка, Открывая сердце двери новым друзьям. Как весной с юга прилетают птички, Создают гнезда для уютного жилья. Идти вперед со своей мечтой. Ты в двери в новый мир открой. Живи сегодня и сейчас, лови мгновенья радости в этот час. Живи в мире комфорта, как песни Исмайла, жена в стиле лайфстайл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...